привет всем вы на канале пестивный огород и пришла пора приступать именно к посеву лука семенами на рассаду в этом году буду сеять вот такие емкости вот эта емкость не я буду садить exhibition и красный ялтинский лук на ведь и такая достаточно невысокая но в принципе в ней будет лук расти без пикировки до высадки в грунт а получается парей буду высаживать в такую достаточно высокую емкость где-то вот земли буду сыпать на вот столько а потом уже постепенно по мере роста немножко его подсыпать чтобы вот именно парею все-таки его немного немного необходимо подсыпать такую букву наверно особо-то не нужно подсыпать ну совсем есть только чуть-чуть и поэтому для парея выбираем емкость вот достаточно такую высокую также хотелось бы рассказать и про землю состав грунта получается где-то 50 процентов своей земли обычной 30 процентов это торф и получается где-то процентов 20 это кокосовый субстрат ну и конечно немножко вермикулита и земля получается такой грунт тоже достаточно рассыпчатый и в принципе подойдет прекрасно для рассады лука при составлении грунта кроме вермикулита также можно добавить немного золы там какой лук у нас он очень даже любит золу емкости заполняем вот получается для эксибишина и красного лука практически до самого верха чтобы у нас осталось просто место для прорастания и для того чтобы вы могли присыпать землю для парея вот оставляем от таких хотя бы сантиметров наверно 5-6 чтобы затем нам можно было досыпать землю также нужно обязательно выровнять поверхность и немножко уплотнить землю чтобы семена у нас находились она примерно одном и том же уровне чтобы у нас какие-то семена не могли куда-то провалиться вот чтобы они лежали на примерно одном уровне вот как выглядит семена лука к себе шин они у нас обработаны тирамом но сейчас самое главное конечно правильно их посадить то есть посадки делать нужно пореже чтобы у нас и рассада была крепче и соответственно с луковица вырастет больше ну и конечно главное чтобы семена нас не подвели и хорошо зашли и так разложили семена если даже что-то будет густо всходить то лишнее можно будет либо распекировать либо если не нужен лишний посадочный материал то можно будет их удалить но в принципе семена именно не замочены поэтому всхожесть может быть не очень хорошая но посмотрим если семена свежие то они хорошо взойдут ну а теперь присыпаем семена сверху небольшим слоем земли семена лука ялтинский красный не такие черные их практически совершенно не видно но рассложен они в примерно в таком же порядке то есть где-то сантиметр на сантиметр или чуть больше после того как мы засыпали слоем земли где-то около сантиметра можно чуть меньше где-то 8 миллиметров или 5 то есть варьируется от 5 до сантиметра но наверно лучше выбрать такую золотую середину где-то в миллиметров 8 засыпать и немножечко так его уплотнить чтобы у семян был хороший контакт землей но не слишком не уплотнять прям уж сильно так немножко совсем и затем уже мы можно если земля недостаточно влажная то увлажняем землю и получается помещаем нашу емкость в пакет и ставим в для прорастания температуру где-то должна быть от 25 до 28 градусов для начального этапа именно этапа прорастания нам не нужен свет поэтому может быть это поставить около батареи а затем уже как только появится всходы и поместить эту емкость уже на свет с посадкой именно лука парея поступаем таким же образом то есть раскладываем семена но семена у него черные как и у ялтинского красного можно использовать снег то есть небольшой слой снега разложить по поверхности почвы а затем на него разложить семена и сверху засыпать землей с тем самым когда мы будем раскладывать семена нам будет видно очень хорошо в каком порядке мы их раскладываем но в принципе если вы справляетесь и без снега в принципе у меня получилось себе снега разложить достаточно ровно семена то можно и без снега раскладывать сейчас нам самое главное это создать для семян наши хорошие условия для прорастания то есть температура 25 28 градусов наличие света на начальном этапе не обязательно а затем уже поместим их в светлое место и желательно конечно прохладной то есть дальнейшем для роста лука ему как бы не нужно отмена высокая температура ему нужно где-то температура около 20 22 градусов чтобы у нас не вытягивался но так в принципе все желаю вам всего самого-самого хорошего заходите почаще в гости подписывайтесь на канал и пока пока до новых встреч